Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире Монтевидия, Уругвай, церемония поминовения жиргеноцида, совершенного против армян под эгидой правительства Республики Западной Армении. Цены Западной Армении – Арменак Урфанян. Вопросы армян с Западной Арменией. Посол США при ОБСЕ призвал Багу обеспечить свободное передвижение через Беззорский коридор. Бакинский варварский режим в гибридной войне против Армении уделяет серьезнейшее внимание проблеме топонимов Вартан Восфанян. Представители Красного Креста посетили двух армянских военнослужащих, удерживаемых в Азербайджане. Зарубежная литература, подтверждающая армянское происхождение, дады банка. В настоящее время в Ругвае проживает от 15 тысяч до 20 тысяч потомков жертв геноцида, совершенного против армян, большинство которых проживает в столице Монте-Видео, предки которой прибыли из Килики, Мараша, Айнтапа, Йозгада, Урфы, Мардина, Дярбекира и прочих мест. Также была эмиграция армян из социалистической республики Армении с конца 20 века из Восточной Армении, образовавшейся в 1991 году. Армянская община в Ругвае, будучи малочисленнее, чем в Аргентине, Соединенных Штатах, Франции и Ливане, создала высококачественную взаимосвязь с населением Ругвая в плане социального, экономического и политического влияния. Армянская община Ругвая состоит в организованных институтах, определяемые региональные политические и культурные связи. В память о жертвах геноцида, совершенного против армян от имени правительства Республики Западной Армении, 24 апреля 2023 года в Монте-Видео была проведена церемония. Почетный колоссу Республики Западной Армении в Монте-Видео господин Пабло Тайланян возложил венок на площади независимости подножия памятника главному герою генералу Хосе Артигасу. Сыны Западной Армении Арменак Урфанян. Герой Арцаха Арменак Урфанян родился 28 января 1990 года в Ереване. В 1992 году семья переехала в Россию. После возвращения на родину Арменак Урфанян поступает в военный институт Министерства обороны Республики Армения. После окончания учебы получает звание лейтенанта. В 26 лет получил воинское звание капитана, назначен командиром роты на передовой линии. С первых дней четырехдневной войны, начавшейся в апреле 2016 года, был на первой линии соприкосновения Арцаха. С личным составом 4-й стрельковой роты, действующей под его командование, ввел бои против противника, совершившего внезапную атаку. Отправив роту обратно, капитан Урфанян продолжил бой в одиночку, уничтожив один танк и около десятка вражеских солдат. Во избежание плена противника устроил самоподрыв гранаты, нанеся противнику значительные человеческие потери. В начале 17 века Нахачеванский район был одним из нитнических, однородных районов Армении, подавляющее большинство населения которого составляли армяне. Примечательную информацию о вышесказанном дает европейский путешественник миссионер 17 века Вилот. Однако для армян региона кастрофические последствия имеют турецко-персидские войны 17 века. Персидский шах Аббас I начал свое вторжение в 1603 году. Территория от восточных границных Эдживана до широко превратилась в военный театр. По свидетельству религиозного путешественника Антуану Гувеи, районы вовлеченные в военные действия имели плотное армянское население. Насчитывалось более 20 городов и тысячи сем. В ходе боевых действий, трезво оценивая, что количественное соотношение сил не в его пользу, сопротивление туркам в открытом бою будет невозможно, шах Аббас отступает, решив опустошить и депортировать города и села Нахадживана, оказавшиеся на пути продвижения турецкой армии. Таким образом, в 1605 году город Джуга почти полностью лишился армян. В 1812 году во время визита в Джугу английский дипломат Ульям Сузли отметил «Я исследовал руины Джуги, население составляло из 45 армянских семей. От численности населения свидетельствует огромное кладбище, которое находится на наклонном склоне холма и спускается к реке. Многочисленные надгробия, как военная рота, очень плотно возведены. Это память многих поколений, результат веков». Вашингтон призывает Баку предпринять шаги для свободного обеспечения товаров и людей через Бердзорский коридор. Об этом заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер, обращаясь к главе азербайджанского МИД Джейхуну Байрамову на заседание Постоянного совета организации. По его словам, США твердо убеждены, что единственным путем вперед является мир, диалог и нормализация отношений между Баку и Арменией на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга. Призвал стороны воздерживаться от провокационных, угрожающих или враждебных действий или риторики. В качестве отправленной точки для повышения безопасности мы призываем азербайджан предпринять шаги для обеспечения постоянного снабжения Нагорного Карабаха газом и электроэнергией, также обеспечения свободного потока и перемещения товаров и людей, в том числе через Бердзорский коридор. В этой связи я призываю азербайджан придерживаться буквы и духа постановления Международного суда ООН от 22 февраля, отметил посол США. Соединенные Штаты, по его словам, будут продолжать работать с Азербайджаном и Арменией на двухстороннем и многостороннем уровнях, также через партнеров, таких как Европейский союз, Международные организации и ОБСЕ, для достижения прочного и достойного мира. Правительство Западной Армении, касаясь решения ГААСского суда, напоминает, «Наше правительство не принимает решения, в которых коренной народ Арцаха воспринимается как армянская община или национальное мещество. В связи с этим напоминаем нашим американским коллегам. Арцахцы – коренные жители, хозяева своей земли и сами распоряжаются своим будущим». Не может быть каких бы то ни было сомнений в том, что бакинский варварский режим в гибридной войне против Армении уделяет серьезнейшее внимание проблеме топонимов, об этом пишет иронист Фартан Басканян. Эта топонимическая война нацелена на то, чтобы поставить под сомнение историческую и политическую легитимность суверенного распоряжения со стороны нашего государства и нашей нации без исключения. «Все территории нашей же Родины, тем самым подготавливая почву для обоснования варварского экспансионизма в отношении Армении под прикрытием абсолютно никому неизвестного и выжмышленного западного Азербайджана». Один из самых ярких примеров, прилагаемый ниже скрине, на котором обращение одного из ресурсов бакинского Агитпропа к одной из моих записей в социальной сети Facebook. Представляя содержание этого поста, в переводе искажены все без исключения упомянутые мной топонимы суверенной территории Армении, вплоть до того, что Ераз стал каким-то варварским Араздаяном, Дзангакатум каким-то Чанахчи и т.д. Это четко доказывает, что бакинский варварский режим дал прямое указание всем единицам своего Агитпропа действовать согласованно на фронте антиармянской топонимической войны. Посему еще раз нужно отбросить иллюзии и нанести несразмерные удары врагу. Правительство Западной Армении, касаясь записи ирониста Вартана Восканяна, напоминает, бакинские власти нагло продолжают претворять в жизнь обзвученные ими тезиси переименованные армянские топонимы указанными топонимами на советских картах, пытаясь доказать, что территории принадлежат бакинским властям. Баку берет пример с Анкары. Считаем борьбу нужно вести как в информационном, так и в политическом поле. Как это делает Западная Армения? С платформой ООН и других платформ мы не перестаем повторять о коренных народах и нарушениях их прав. Топонимы являются одним из пунктов, по которым определяется биологический возраст проживающей на данной территории нации, ее культуры и генетики. Надеемся, что отныне наши уважаемые коллеги и ученые сосредоточатся на более глубоком освещении и обосновании данных проблем, и мы с радостью воспользуемся их научными обоснованиями. 7 июня представители Международного комитета Красного Креста посетили двух армянских военнослужащих, похищенных азербайджанцами на территории Армении и удерживаемых в Баку. Об этом в беседе с НьюЗАЭМ сообщила руководитель программы коммуникации и профилактики армянского офиса Зара Аматуни. С ними состоялись отдельные беседы. Кроме того, Красный Крест установил связь с их семьями посредством писем, сообщила Зара Аматуни. Напомню, Министерство обороны Армении официально заявило, что 26 мая в 19.00 прервалась связь с двумя военнослужащими вооруженных сил Армении, доставляющими продовольствие на боевые позиции. По факту похищения двух армянских военнослужащих, поставляющих еду на боевые позиции, Армения обратила в Страсбургский суд с требованием применить промежуточную меру. Сохранившиеся на стенах монастыря надписи и древние хачкары на территории монастыря свидетельствуют о древности и армянском происхождении Дады Ванка. Об этом написала Арцахская епархия Армянской апостольской церкви. Исторические сведения и свидетельства о строительстве монастыря есть в различных зарубежных литературах и профессиональных трудах. Православная энциклопедия, изданная по благословению и под редакцией Патриарха церкви Московской Евсея Руси Кирилла, представляет строительство Дады Ванка. Происхождение названия – армянскую святыню, подвергшуюся нападению и разрушению на протяжении столетий, твердо стоящую на месте. В работе подробно представлены исторические факты и описания построек монастырского комплекса. В 2014 году совместными усилиями архитектора Ара Зориана и реставратора Кристин Ламуре из Италии начался процесс реставрации фресок Дады Ванка, который продолжался до 2017 года. Подробности проделанной работы эксперты представили в своей книге. Консервативная реставрация фресок 1297 года церкви-католике, построенной в 1214 году. Книга начинается с историей описания Дады Ванка, далее следуют результаты и вскрытия, проделанные специалистами работы. В результате обширной работы специалистов были окончательно уточнены исторические сцены фресок внутри церкви-католике и точный год фресок 1297 год. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Звучит музыкальное произведение Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Звучит музыкальное произведение